Приветствую, друзья. 20 лет назад, 1 сентября 2004 года, произошел самый страшный теракт в истории России. Террористы захватили школу в Беслане. В заложниках оказались более 1100 школьников, их родственников и педагогов. Погибли 335 человек, из них 186 детей. Даже спустя 20 лет эти события отзываются болью в каждом нормальном человеке. А для Осетии этот день и поныне остается самой трагической страницей в истории. А еще теракт в Беслане стал очередной лакмусовой бумажкой для Путина. Тестом на человечность, который он очередной раз не прошел, как во времена трагедии подлодки Курск, так и во времена бесланского кошмара. Как вы думаете, сколько раз Путин посещал Беслан в годовщины трагедии? Один? Два? Может быть три раза? Правильный ответ – ни одного. Бессменный глава государства за 20 лет ни одного раза не был в Беслане, чтобы почтить память людей, погибших в том числе и по его вине. 3 сентября – годовщину трагедии в Осетии мемориальной датой считается день штурма школы. Путин чем только не занимался. Например, в десятилетие трагедии в 2014-м Путин прилетал не в Беслан, а в Монголию. Цель визита – участие в торжествах по случаю 75-летия битвы при Халкинголе. Нормальный человек без гугла и не вспомнит, что там за битва была, кого с кем. Но вот для Путина победа советско-монгольских войск у реки Халкингол над 23-й пехотной дивизией армии Японии почти 100 лет назад оказывается очень важна. Настолько важна, что на десятую годовщину трагедии он летит в Монголию, а не в Беслан. И на 15-ю годовщину в 2019 году он снова в Монголии, а не с матерями Беслана. В 2023 году 3 сентября вообще назначили днем победы над милитаристской Японией. Важная ведь победа для каждого россиянина. Любой хоть ночью разбуди первым делом про милитаристскую Японию вспомнит. Все это лишь бы стереть трагедию в Осетии из памяти. До этого лета за все время после теракта Путин достоверно был в Беслане только один раз. Сразу после штурма школы он заезжал в город на пару часов и быстро уехал. Говорят, был еще в 2008-м, но без камер, тайно, и стало известно об этом только 11 лет спустя. Все равно, что не был. Годовщину теракта он предпочитал игнорировать. С матерями погибших в теракте до недавних пор встречался только однажды, в 2005-м. Такое нежелание вполне понятно. Матери Беслана Путина не любят. Власть отвечает им взаимностью. В 2016-м женщины из организации «Голос Беслана» пришли к школе в футболках с надписью «Путин, палач Беслана». Их не постеснялись оштрафовать за неповиновение полиции и за несанкционированную акцию приговорить к общественным работам. Даже Медведев дважды посещал Беслан. В 2009-2011 он возлагал цветы к дереву скорби. А вот Путин ни разу. И вот спустя 20 лет после крупнейшего в современной российской истории теракта, Путин вдруг решил впервые под камеры посетить Беслан. 20 августа, почти за две недели до той самой годовщины, по пути из Азербайджана в Чечню и Кабардино-Балкарию, он выделил несколько часов в своем графике. Судя по всему, визит подготовили в торопях. Никакого карантина за неделю. Матерям детей, погибших в Беслане, сказали о встрече за сутки. Всю встречу Кремль не показал. Только четыре минуты, на которых говорит исключительно Путин. К встрече он не готов. Путает количество погибших детей. Называет 136, а не 186. Ужасный террористический акт, который унес в жизни 334 человек. Из них 136 детей. Трудно себя это даже представить. При этом Путин и сюда приплетает воображаемое геополитическое противостояние. Мол, из-за границы якобы кто-то оправдывал теракт. Хотя канцлер Германии и президент Франции предлагали России любую помощь. Соболезнование и поддержку высказывали лидеры и министры Англии, Канады, Чехии, Нидерландов, Израиля и многих других. А президент США Джордж Буш не только выразил поддержку, но и пришел в посольство России и почтил память погибших. Конечно, ведь в 2004 году Путин еще не успел поругаться со всем миром. Но сейчас он, кажется, уже забыл об этом. Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь. При этом число погибших детей Путин перепутал, но не забыл отметить заслуги силовиков. Мы, конечно, в эти дни вспоминаем и бойцов спецслужб, бойцов спецподразделений ФСБ, которые своими телами прикрывали детей. Вспомнить наших погибших товарищей из системы МВД, МЧС. Про силовиков мы все помним. Там были и те, кто закрывал детей телами и умирал с честью. Но были и те, кто исполнил приказ стрелять боеприпасами объемного взрыва и потом уничтожать улики. Матерям в сюжете Кремля слова не дали, а ведь они спрашивали у него, почему расследование теракта затянулось на 20 лет и до сих пор не закончено. А если бы тогда силовиков, которые пропустили теракт, наказали, то сейчас теракты бы не повторялись. Путин сказал, что впервые об этом слышит и предложил обращаться к Бастрыкину. Они просили президента заняться освобождением срочников из плена, среди которых есть и осетины. Путин еще раз отфутболил их, на этот раз к главе региона Сергею Миняйло. Странный визит, да? 20 лет не приезжал, а тут доехал, но как-то странно. Не на двадцатую годовщину, а за две недели до, на бегу, между другими делами, к встрече не готов. Зачем? Ответ в этом фрагменте. И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении. В борьбе с неонацизмом. И безусловно покараем преступников. Путин приезжал в Беслан, чтобы отвлечь общественность от состояния дел в Курской области. Поэтому не в то время. Поэтому приурочено к другим визитам в Азербайджан и Чечню. Поэтому Путин не владеет фактурой по Беслану. Он приезжал не почтить память погибших, а отвлечь внимание и в очередной раз проговорить свои бредни про неонацистов в Украине. Матери Беслана ему нужны только за этим. Уже три недели ВСУ контролирует немаленькую часть Курской области. Обстановка там скорее можно говорить о продолжающемся наступлении Украины, чем об освобождении российской территории. У Путина падает рейдинг. Уровень доверия как после мятежа Пригожина. Это официальные данные провластных социологов. Администрация президента занимается тем, что приучает общество к мысли, что ВСУ в России это надолго, это новая норма. В этой ситуации для Путина и его политтехнологов крайне важно перебить повестку. И они решают использовать для этих целей Беслан. 20 лет назад вранье путинской пропаганды поставило заложников в бесланской школе номер один на грани выживания. Когда по телевизору начали разгонять дезинформацию про 350 заложников, боевики обозлились и ожесточились по отношению к ним. 20 лет назад, 3 сентября 2004 года, скорее всего, именно выстрел со стороны силовиков из гранатомета по крыше школы привел к детонации бомб в спортзале. Было убито много заложников. Так было дано начало неподготовленному штурму школы, который привел к гибели 335 человек. Эти погибшие – это кровь на руках и совести Путина. И вот на 20-летнюю годовщину этой рукотворной во многом трагедии он решает заехать в Беслан, но не для покаяния или сочувствия. Нет, он здесь, чтобы проговорить про украинских неонацистов и отвлечь общество от провала в Курске. Путин вообще предпочитает не ассоциироваться с трагедиями. За все время своего правления он ни разу не посещал церемонии открытия мемориалов в память о терактах и избегал памятных мероприятий. Но столь демонстративное использование трагедии в Беслане ради своих политических целей – это уже совсем за предел. Впрочем, Путину к этому не привыкать. 20 лет назад, в 2004 году, он использовал захват школы в Беслане и гибель 335 человек для отмены губернаторских выборов. Полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации должны избираться законодательными собраниями территории по представлению главы государства. Все понимали, что нет никакой связи, что теракт не имеет отношения к выборам глав регионов, что Путин просто убивает федерализм и укрепляет личную власть под предлогом гибели людей, в которой он сам же виноват. Все понимали, но молчали. И вот сегодня, спустя 20 лет, Путин продолжает использовать людское горе для решения своих мелких политических проблем. Мы знаем, что визит в Беслан не планировался, а внезапно возник в графике. Мы понимаем, что Путину просто не хотелось еще раз мотаться на Кавказ и отдельно приезжать в Беслан. Поэтому визит приурочили к поездкам в Азербайджан, Чечню и Кабардино-Балкарию. Хотя это и на две недели раньше, чем годовщина трагедии. Мы видим, что Путину неинтересно и некомфортно с родными погибших. Что по сиделке с Алиевым, по стрелушке сына Кадырова или осмотр грушевых садов ему важнее и приятнее. Мы осознаем, что если бы не нужда перебить повестку, то Путин в Беслан вообще бы не приехал. Это показатель того, как Путин в реальности относится к гражданам России и к их жизням. Как 20 лет назад ему было абсолютно наплевать на жизнь детей, на здоровье заложников, на что угодно. Его волновало только сохранение власти, его волновало, чтобы не ударить в грязь лицом, не пойти на переговоры с Масхадовым. Так и сейчас ему на самом деле на всех этих людей наплевать. Поэтому он либо не помнит, либо не знает, либо притворяется по поводу расследования по Беслану относительно погибших детей. Поэтому он вместо скорби и покаяния на встрече с матерями погибших детей говорит не о трагедии, а об Украине и геополитике. Путин всегда волновала только личная власть и безопасность. Просто в моменты трагедии и катастроф это проявляется ярче. Счастливо вам. России больше не надо трагедий. Чтобы вынести простой урок, стране нужна другая власть, которой было бы просто не наплевать на людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова